Арбузы необычайно вкусные и полезные для здоровья плоды. В августе недостатка в них нет. Эту самую большую ягоду продают на рынках, во дворах и вдоль дорог. Главная опасность, которую они могут нести в себе, это нитраты. Но не только они. Ведь кожура арбуза впитывает в себя все вредные элементы, которые содержатся в воздухе. Поэтому в избежание пищевых отравлений, связанных с бахчевых культур необходимо знать, помнить и обращать внимание на требования, которые предъявляются к продаже больших ягод. Торговые точки, предназначенные для реализации бахчевых культур, должны быть оборудованы навесами, контейнерами и подтоварниками. Лица, осуществляющие реализацию бахчевых культур, обязаны в установленном порядке проходить периодические и предварительные при поступлении медицинские осмотры. При этом на рабочем месте себе иметь личную медицинскую книжку с соответствующими отметками. Помимо этих правил, продавец на рабочем месте должен находиться в чистой одежде и содержать свое рабочее место и прилегающую территорию в чистоте. По требованию покупателя, продавец обязан предоставить информацию о товаропроизводителе, о дате сбора урожая и о качестве реализуемой продукции. Специалисты рекомендуют покупателю обращать внимание на внешний вид приобретаемого товара. При покупке бахчевых культур обязательно нужно обращать внимание на сохранение целостности плода. На арбузах и дынях не должно быть вмятин, трещин и других каких-либо повреждений. Перед употреблением бахчевые культуры необходимо промыть проточной чистой питьевой водой, так как микробы с загрязненной поверхности при разрезании могут попасть внутрь спелой мякоти, которая является очень благоприятной средой для размножения микробов. Где и какой покупать арбуз или дыню – дело, конечно, личное. Но все же стоит семь раз подумать, прежде чем приобрести товар подешевле, на обочине, без гарантии безопасности или в специализированной торговой точке, пусть даже с небольшой переплатой. Дмитрий Балясников, Денис Дубицкий, телерадиокомпания «Заречный».